Мы на сегодняшний день лечим предвязнями 15 человек. Это люди, которые были осуждены за удел у подзеек, которые происходили после выборов 19-го и 20-го года. Это Николай Духович, осужденный еще до этих подзеек. Это Алис Беляцкий, который был затриман и осужден уже в конце 19-го года. И это 6 человек по справе анархистов. До политических связей мы относим Сергея Коваленко с Витебска. Это человек в начале прошлого года вывесил на Елце у Витебска. С цех загыта юн, я гуны дзене были полификованы, як неподпарткование супрацовникам милиции, злостное хулиганство. И юн отрымау покаранье криминальное в выглядзе так званой хатней химии. Это человек, який мая на забесточение мати, семью, двое дзятей. И юн вымушенный был працаваць. И часам возгыта не же установлены решением суда, и они некальки разов не были вытриманы. И за гыта уже з минулого года Сергей знаходится под барты. Алис Беляцкий, геравник нашей организации, и в уголе правооборонца с усветным имен накераваны для отбытца покаранья у Бабрульскую колонию. Что да тыжыць Андрея Санникова, юн знаходится в вельно складанной ситуации. Нам сдавалося, что уже вызывается блокада информацийная, якая иснавала маль два месяца вакул былого кандыдата в президенты, прарваная, будали махчимаси сусрецы с адвакатами, с родными. Али тое, что возгыта информацийная изоляция знов вакул яго усталевывается. Так само тое, что юн незабеспеченный адвакатской допомогой, в это таки особливый предмет нашей занепакойности. Новая электоральная кампания дала Беларуси некальки десятков политвязням. Частка з их до этого часу знаходится за кратами. Нам бы вельми хотелось испадзеваться, что выборы – это не нагода для взяться закладника, утрымания политвязням. И таким чином дадзения политичного и розного кшталту иншого диалога с краинами-суседями, с пылными политичными силами.